Для зрителей Рязанской области сейчас в программе «Вести Рязань» в студии Марии Шевченко. Здравствуйте! Мы начинаем. Экологи обратили внимание на рязанский лес. В нем остается много поврежденных и больных деревьев. Безопасность под вопросом. Почему водители против тростового ограждения по дороге на Москву? Лицом к лицу в суде. Братья, которые осквернили могилу на Шереметьевском кладбище осенью прошлого года, встретились с родственниками умерших. Глава Ростуризма признал успехи Рязанской области в развитии внутреннего туризма. Похвалу от Олега Сафонова сегодня выслушал губернатор Олег Ковалев. На встрече говорили о развитии туристической инфраструктуры. Результат совместной работы бизнеса и власти налицо. Туристический кластер «Рязанский» – гостиничный комплекс на Лыбецком бульваре, растущее село Константиново. На завершение встречи Олег Сафонов вручил рязанскому губернатору грамоту от Ростуризма. – Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы столь активно и, самое главное, эффективно работаете по развитию и инфраструктуры туризма, и туризма в Рязанской области. Мне очень приятно, вот я приезжаю с небольшим интервалом всего лишь год, но я вижу, как область преображается. Когда региональный и федеральный бюджет участвуют вместе с инвесторами в создании туристических объектов, это придает им уверенность в себе, уверенность в том, что их не бросят, что их поддержат, что они реализуют этот проект. – Гречка подешевеет, как прогнозируют эксперты, поможет хороший урожай на Алтае. В этом году он рекордный за пять лет. Почему цены именно на эту крупу в России считают индикатором экономического положения в стране, расскажет Максим Ларин. – 30-ти процентный рост цен на гречку зафиксировал Росстат по итогам девяти месяцев текущего года. Впрочем, динамику стоимости россиян оставили словно бы без внимания. И это в отличие от ситуации пятилетней и годовалой давности, когда на рынках по осени творился ажиотаж. Крупу скупали килограммами, боясь запредельных цен. – Тогда опять же причин для поднятия цен практически не было, потому что урожай был хороший, запасы были. Поэтому очень часто делается искусственно, создается ажиотаж, начинается распускание всяких слухов. Сейчас потребитель хоть и надеется на снижение планки стоимости, однако глобальных запасов не делает. – Подорожал, как-то, не знаю, копейки стоили, а сейчас почти 100 рублей килограмм. – Но все равно покупаете? – Ну а что делаете? – Естественно, лучше, чем дешевле, но мне качество больше беспокоит, чтобы было качество хорошее. Развесная крупа обойдется Рязанцу в среднем в 95 рублей за килограмм, расфасованная за 100. Новый урожай оказался выше прошлогоднего, в среднем удалось собрать около миллиона тонн зерна. – Сейчас гречка подешевела. – А на сколько подешевела? – Ну, где-то рублей на 20. Много лет подряд гречка является прямо-таки сакральным продуктом для россиян, и это неспроста. Она исконно национальная крупа, основное место выращивания – Алтайский край. В среднем на душу населения в нашей стране приходится от 3 до 3,5 килограммов этой крупы в год. – Ее часто возделывали как страховую культуру. Ну, например, погибли озимые, та же озимая пшеница, ее пересеяли гречихой. И получили урожай уже гречихи. То бы ничего не получили, получили урожай гречихи, которая дает семена, потом получают крупу, и эта крупа достаточно питательная. Гречка хранится плохо, запасаться впрок смысла нет. Впрочем, россияне научились не реагировать остро на колебания цен. Колебания воспринимают спокойно, потому и ажиотаж в магазинах равен нулю. Максим Ларин, Сергей Громатеев, Вести, Рязань. На Рязанском участке трассы М5 Урал, это дорога на Москву, появятся тросовые ограждения. По совету госавтоинспекции в качестве эксперимента. Для разделения встречных потоков машин, согласно нормативам, они могут устанавливаться на участках дорог при условии четырехполосного движения. Две полосы в одну сторону и две в другую. Инициатором всегда выступает собственник. В случае с трассой М5 Урал, это Росавтодор. Ранее рекомендации вынесла госавтоинспекция, которая указала на самые аварийные участки этой трассы. Первые тросовые ограждения в Рязани появились на Северное Кружное, и за несколько месяцев аварийность там снизилась в разы. В случае с загородной трассой М5 водители склонны сомневаться, что результат будет тем же. Даже такое ограждение сузит дорогу. Особенно ощутимо сокращение ширины бывает зимой, в период снегопадов. В настоящее время тросовые ограждения установлены на Северной окружной автодороге города Рязани, что уже позволяет наблюдать положительные тенденции. За два месяца на данном участке зарегистрировано только одно ДТП. Такие тросовые ограждения будут установлены на двух участках автодороги М5 «Урал» общей протяженностью 3,5 километра. Сегодня в Октябрьском районном суде начались слушания по делу о погроме на Шереметьевском кладбище Рязани. Напомню, осенью прошлого года были повреждены 88 памятников. Подозреваемые дважды возвращались на место, крушили надгробия и кресты. Воскверменении место хранения обвиняют двух братьев. Сегодня в зале суда они встретились с родственниками тех, на чьих могилах резвились. Родные говорили, что чувствовали тогда и каково им теперь. Многие до сих пор не смогли восстановить памятники. Не было денег. А возможные компенсации люди узнали сегодня в суде. В действиях подсудимых следователи усмотрели предварительный сговор. Это значит, что наказание для них может быть жестче. Не штраф, а реальный срок вплоть до пяти лет лишения свободы. ФАС сочла навязчивую рекламу по телефону нарушением законодательства. На этот раз попались те, кто рекламировал пластиковые окна. Представители компании «Оконный сервис» звонили на домашний. После одного из таких разговоров абонент обратился к антимонопольщикам с просьбой избавить его от спама. Ранее он обращался с претензией в фирму, но его пожелания остались без внимания. Общество признало, что действительно неправомерно рекламу давало своих услуг. Без согласия данного абонента, данного гражданина мы вынесли решение. Оно будет размещено на сайте Рязанского ФАС России через некоторое время. И нами принято было решение о том, что будут применены меры административного воздействия к нарушителям закона о рекламе. В Центре общественной экологической экспертизы заявили, что Рязанский лес растет бесконтрольно. На продажу робят хорошие деревья, поврежденные остаются, портят вид, а также экологическую обстановку. Что происходит в лесу, увидела наш корреспондент Галина Воропаева. Лес, как и человек, живет сообществом. Разные деревья, разные кусты, разные растения. А еще лес социален. Он очень легко уживается с человеком, награждая нас грибами, ягодами. Конечно, главное богатство – дерево. А еще лес – это легкие наши страны. Как же мы, люди, благодарим его величество лес за бесценные подарки. А вот как. Лес сегодня будто распят. И очень напоминает поле битвы, где столько погибших, что и хоронить некому. Только гибнут деревья не от пуль. Они, как люди, тоже болеют и умирают. Но если раньше останки сразу же вывозили, то сегодня они продолжают гнить посреди живой природы, распространяя инфекцию. И все это безобразие не в африканских джунглях, а в двух километрах от Рязани. Это и пожароопасность, дальше болезни леса. Мы же ведь, это одна из основных тоже проблем. Кроме того, отсутствие эффективного контроля за состоянием леса. И тех предпринимателей, которые используют лес как объект для получения прибыли. Что нужно вот в этой проблеме сделать? Я думаю, что это наладить эффективный контроль. И на первое место поставить охрану за лесами, а потом уже второе – это природопользование. Но в Министерстве лесного хозяйства области считают, что все 880 гектаров лесов нашего региона всегда под контролем. Проводятся санитарные рубки, когда деревья уже больные. Врубается в порядка 6000 гектар леса. Эти же площади обязательно ставятся под лесовосновление. Именно арендатор выполняет весь комплекс лесохозяйственных мероприятий. Только почему-то до сих пор, а прошло уже 6 лет, так до конца и не расчищены те площади лесных массивов, по которым прошелся огонь 2010 года. Хотя деньги на это из федерального бюджета выделялись, и немалые. Только растворились они, видимо, еще по дороге в лес. А в Солочинском лесничестве пояснили, что этот запущенный лес около Рязани относится к городским массивам. В областной фонд его только собираются передать. А пока он как бы между двумя жерновами. Руки не дошли? Ну, пока да. На сегодняшний этап. А когда дойдут? Ну, думаю, что в ближайшее время дойдут. Более 100 гектаров, значит, мы убрали. Это уборки естественной захламленности. Это не горельники. А пока измученный лес с болью наблюдает, как равнодушно проносятся мимо камазы, груженные древесиной. Главная задача лесных варягов – побольше вывести. И мало кто задумывается над тем, что при таком варварском отношении к лесу скоро и вывозить будет нечего. Галина Воропаева, Елизавета Дорохина, Александр Бредихин. Вести Рязань. Сегодня Всероссийский день лицеиста. 205 лет назад был открыт знаменитый Царско-сельский лицей, который стал настоящим центром просвещения в России. Традиции лицейского образования в нашей стране хранят и по сей день. Так, поздравления сегодня принимают ученики и педагоги Рязанского лицея номер 4. Он был основан еще в 1939 году. А 25 лет назад получил высокий лицейский статус. Учебное заведение не раз его подтверждало. На днях, к примеру, стало известно, что в этом году лицей на Соборной вошел в число 500 лучших школ России. Единственный в стране, в регионе. Рязанские биологи подсказали, что делать с опавшей городской листвой. В настоящий момент все свозят на свалки. Это хоть и отвечает санитарным требованиям, но не приносит той пользы, которую могло бы. Елена Макарова разбирала ворох, советов и правил, касающихся осенней уборки. Раз в год и мусоровоз преображается. За рулем этой машины Виктор Лейкин не первый год. Признается, именно осенью его работа приобретает едва уловимый оттенок романтики. С сентября по октябрь он вывозит из областного центра яркую опавшую листву. А ее в Рязани столько, что рабочие едва справляются. Пока не уберем. Или до мороза, до снега. Каждый район нужен по машине. Но пока на ходу только этот мусоровоз и несколько камазов. Рабочих рук тоже не хватает, поэтому большинство опавших листьев в Рязани традиционно исчезает после очередного субботника. За осень их проводится не меньше пяти. В эти дни расчищать газоны, парки, скверы берутся добровольцы. Но листья не единственная, с чем они сталкиваются. Много попадается мусор, да. Это одна из причин, почему во всех российских городах опавшую листву убирают. Под ее толщи скрывается не одна тонна бытового мусора. Вторая – санитарные нормы, принятые еще в 70-х годах. Решением главного государственного санитарного врача СССР санпины действуют и сегодня. Согласно им, опавшие листья нужно своевременно убирать и вывозить. Город должен оставаться чистым. Общее количество людей, которые привлекаются для этого, это более тысячи человек. Вывозится примерно 500 кубов листвы. Задействуются там порядка 20 единиц техники для того, чтобы это вывести. То есть такое масштабное мероприятие. Экологи же протестуют с их точки зрения осеннеуборочной, не что иное, как безобразие, приводящее к выносу органики и обеднению почвы, на которое расходуются бюджетные средства. В природе упавший лист и покрывало, и удобрение для своего дерева. Если листвы учищать, то деревья рискуют погибнуть. Рязанские биологи с этим согласны отчасти. Если мы листья собираем, оголяем, соответственно, и корни могут повредиться, и вот эта почвенная микрофлора, она тоже может повредиться. Это слой подстилки, который образуется из листьев, из травы и всего прочего. В этом слое микроорганизмы зимуют лучше. Комфортно в опавшей листве живется не только полезным насекомым и корням деревьев, но и клещам и близнетворным бактериям. Так что все-таки ничего, кроме пользы, уборки городских зеленых зон не приносят, уверены рязанские биологи. И у себя на биостанции тоже собирают опавшую листву. Елена Макарова, Юрий Косоротов, Александр Бредихин. Вести. Рязань. Такой была среда, полная картина дня на нашем сайте gtrk.ru и в нашей группе Вести Рязань ВКонтакте. Прямо сейчас продолжение нового российского детектива «Московская борзая». А я прощаюсь с вами. До завтра. Три причины выбрать обувь «Юничел» на этот сезон. Первое – натуральная кожа. Второе – удобная колодка. Устойчивый каблук – это три. Поэтому я выбираю «Юничел». Кожаную обувь по доступной цене. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха ночью по области от минус 2 до плюс 1 в Рязани около 0. Днем по области плюс 2,4, в Рязани 3,5 градусов тепла. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...